Логическая ошибка смещения фокуса характерна для случаев, когда при обосновании тезиса внимание обращено на несущественные признаки, в то время как принципиальные аспекты остаются в нерассмотрении. Вам доводилось замечать, что если кто-то в компании вдруг зевает, вся компания начинает зевать. Этому можно подобрать физическое объяснение. Зевая, человек уравнивает давление внутреннего уха с атмосферным давлением воздуха. В результате атмосферное давление меняется и остальным тоже приходится провести процедуру уравнивания. Логично? Впрочем, достаточно вспомнить соотношение объемов воздуха в атмосфере и во внутреннем ухе человека, чтобы понять смехотворность данной теории. Также бессмысленные заявления о загрязнении атмосферы выбросами углекислого газа при курении. Эта величина ничтожна в сравнении с результатами глобального сжигания различных видов углеродного топлива, газа, бензина, угля, мазута и т.д. А вот вред, наносимый при этом здоровью самого курильщика и того, кто находится рядом с ним, вполне реален. Подобным образом в Библии для фарисеев наиболее существенным признаком святости, занимавших все их внимание, было неукоризненное выполнение норм закона во всех деталях. Назначение закона оказалось вне поля их рассмотрения. В итоге предполагаемое нарушение Иисусом заповеди о субботе стало для них поводом для соблазна. Эти люди абсолютизировали святость самой субботы и в результате непосредственные проявления Божьей силы, указывающие на господина субботы, для них оказались менее важными. Впрочем, и теперь мало что изменилось, когда приближаются дни традиционных постов, во всех фешенебленных ресторанах появляется постное меню. В продовольственных магазинах реклама постных товаров с лозунгами «постить со вкусом», а средства массовой информации и пестрят заметками о пользе поста как форме лечебного голодания. Ну, действительно, пищевые ограничения могут иметь разные причины. Нехватка продовольствия, аллергия, диета, голодовка, голодовка протеста в частности и тому подобное. Но разве в этом суть поста? Господь говорит через пророка «Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ерма и угнетенных отпусти на свободу. Расторгни всякое ермо, разделись голодным хлеб твой, из китающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет перед тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты взовешь, и Господь услышишь, возопьешь, и Он скажет «Вот я». Книга пророка Исаии, 58 глава, 6-9 стих. Ярким примером смещения фокуса служат заявления типа «верить в Иисуса так же бессмысленно, как верить в летающего макаронного монстра». Следует поинтересоваться, когда заявляющим это в последний раз доводилось видеть исследовательский труд, посвященный историческим свидетельствам существования летающего макаронного монстра. Свой капризных специалистов исповедует свою веру в это существо. Какое влияние эта вера оказала на развитие науки, культуры, общественных институтов? Сколько людей обрело новую жизнь через нее? Это очень слабая аналогия, основанная на единственном признаке употребляемом слове «верить». Но и в следовании за Христом нередко мы переживаем о том, как нужно исполнять то или иное служение, и можем потерять из вида то, зачем мы это делаем. Форма порой оказывается для нас важнее, чем содержание. Самое же главное – это чтобы самое главное оставалось самым главным. Рассказывают, как в одном христианском молодежном лагере было принято вывозить юноши и девушек на море раздельно, дабы те не соблазнялись, видя друг друга в купальных костюмах. Комизм ситуации заключался в том, что пляж был общественным, без каких-либо ограничений возможности, так сказать, на людей посмотреть и себя показать. В результате это некогда благочестивое традиция полностью утрачивало свой смысл. Ведь если опасение было вызвано возможностью того, что верующие соблазнятся видом обнаженных тел, то не столь уж принципиально будут тела верующих или неверующих. Библия говорит, что Бог сотворил тело человека хорошее весьма. И грех исходит из сердца смотрящего, а не от тела того, на кого он смотрит. Если же опасение заключается в том, что тела самих верующих станут соблазном, то неужели соблазнение неверующего будет меньшим грехом, чем соблазнение верующего. Наставникам следовало бы в первую очередь воспитать у своих подопечных целомудрие и библейское отношение к сексуальности, чтобы знали, чем пристало любоваться, а на что пялиться не стоит. Иначе забота молодежных блюстителей не будет распространяться дальше возможности их непосредственного контроля. Так чрезмерное смещение фокуса может привести к его полной утрате.